Кладбище у населенного пункта Домачево. Очень красивое историческое место, хотя и заброшено. Установить границы Некрополя можно только условно. Высокий холм у дороги в окружении дубов и сосен. Здесь были похоронены жители материнских колоний Нейдорф, Нейбров, бушских галендров. К сожалению, многие памятники сильно повреждены или полностью разрушены. В основном они датируются 30-ми годами 20-го века. Сколько всего здесь может быть захоронено человек, сказать невозможно. Как и многие некрополи Брещены, это лютеранское кладбище было разорено в послевоенные годы. Галендры в Гродненской губернии под этим названием известны потомки голландцев, поселившиеся здесь, вероятно, в 13-м веке. В настоящее время в Брестском уезде существует близ местечка Владавы только две их колонии – Нейбров и Нейдорф. Население которых, забыв свой родной язык, говорят на местном наречии с примесью польских слов. Колония занимала достаточно выгодное положение, рядом протекала река Бук. В основном колония жила плодами земледельческого труда. Интенсивное ведение хозяйства давало ощутимые результаты. Дагадин, автор воспоминаний о службе с Карбышевым и о строительстве фортов крепости Брест-Литовск, в период модернизации вспоминал. Крупные земляные работы выполняли также дельно специалисты этого дела, именуемые галендерами. Говорили, что это были потомки голландцев, которые на своих легких одноконных повозках, состоящих из трех досок, дно и две боковые стенки, сноровисто насыпали высокие крепостные валы. Бетонные работы выполнялись паденно простыми рабочими, жителями соседних деревень, значит организовывать им жилье и питание не требовалось. Традиционные устои общины Нейдорф-Нейбров, трудолюбие, аккуратность, взаимопомощь, способность к грамотному, эффективному управлению обеспечили полный расцвет духовных и материальных сил. Экономический и нравственный подъем колоний естественно отразился и на состоянии кладбища. До определенного времени оно являлось образцом ухоженности и порядка, имелось много художественных надгробий, надгробных плит, красивых кованых оград. Исторические потрясения 20 века разрушили традиционный уклад колонистов. В 1944 году основная масса эмигрировала. Однако у потомков бургских галендров всегда был и есть интерес к истории собственной семьи, к своим предкам, познать историю семьи и генеалогию. Примером этого служит открытие в Домачево вблизи лютеранского кладбища 4 июня 2017 года памятника в память 400-летия основания первых материнских колоний бургских галендров Нейдорф и Нейбров. Памятные знаки на местах поселений Галендров на Буге планируется установить не только в Домачево и Табрестский район, но также в Польше, Словаточье, Люблинское воеводство и Украине. Ровное и забужье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин